здравствуйте добрый день меня зовут андрей лебдев сегодня я буду проводить вебинар связанные с описанием бизнес-процессов тем конечно конечно очень такая глобальная масштабная вот поэтому сразу же я сделаю несколько оговорок вот значит оговорка 1 в принципе вот этот вот вебинар который я сейчас провожу он является своего рода вот таким рекламным вот для двух курсов один из которых курс подготовки аналитика начнется у нас в начале июля а вот соответственно кому этот курс интересен вы с нами свяжитесь пожалуйста мы сейчас как раз группа на этот курс набираем и второй курс он уже будет связан непосредственно с бизнес-процессами он будет уже больше такой практический курс по обучению вот этим самым нотациям и я думаю что вот этот курс мы запустим где-то ближе уже концу лета начале осени начнет первое второй момент ну специфика данного вебинара такова что мы практически не будем вклиниваться в 1с чего обычно на моих вебинарах не бывает я обычно то что рассказываю показываю именно там у нас вебинар получится больше такого теоретического свойства вот ну и последняя традиционно если вас интересуют какие-то моменты связанные с материалом который я вам буду излагать вы не стесняйтесь пишите пожалуйста в чат вопросы я по мере рассказа ну или уже в самом конце постараюсь на все эти вопросы ответить работа с бизнес-процессами это один из способов с помощью которого аналитик пытается разобраться с тем что происходит у клиента естественно я рассматриваю ситуацию в первую очередь с точки зрения аналитика 1с то есть я предполагаю что задача у нас состоит в том чтобы использовать бизнес-процесс как инструмент для того чтобы понять потребности клиента и для того чтобы правильно его потребности реализовать в учетной системе является ли это единственным и всегда пригодным подходом но вообще говоря это естественно не единственный способ по которому мы можем идти помимо существую помимо анализа от бизнес-процесса мы можем отталкиваться от перечня потребности клиента мы можем отталкиваться от возможности программы мы можем отталкиваться от анализа потоков более подробно и уже на курсах я рассказываю причем один подход он не исключает другого вот вы можете там комбинировать использовать там скажем и анализ по озвученным потребностям и анализ по бизнес-процессам вместе так тоже можно но вот этот вот подход анализ от бизнес-процесса он на самом деле является основным и именно он позволяет вам посмотреть что именно происходит у клиента в динамике то есть понять не только чего он там хочет но и что ему реально нужно и к сожалению отталкиваться только от озвученных потребностей это означает по сути дела отдать все на на откуп клиенту если вы будете отталкиваться от потребности вполне возможно что какие-то потребности клиент не озвучит там решит что они само собой разумеющиеся хотя на самом деле это не так анализ бизнес-процесса он позволит как раз представить что хочет клиент в деталях вот позволит происходящее у клиента сделать прозрачным и позволит нащупать вот те моменты которые там клиент заказчик вам не рассказывает к сожалению такое бывает и бывает достаточно часто ну я полагаю что те кто пришел на этот курс у вас какой-то опыт есть я не знаю я могу только предполагать но вполне возможно вы сталкивались такой проблемы обычно людям не свойственно алгоритмическое мышление то есть как правило люди не мыслят алгоритмом они не мыслят некой последовательности действий то есть сначала мы делаем действия потом действия б потом проверяем вот это вот условия если там это там если ответ да то по идем дальше вот по этой последовательности если ответ нет мы дальше идем по этой последовательности Люди обычно так не думают, люди привыкли мыслить не алгоритмом, а клипами. То есть, если вам заказчик что-то рассказывает, скорее всего, этот рассказ будет строиться по принципу, значит, сначала мы делаем это, потом мы делаем вот это, дальше вообще-то обычно мы делаем это, но если с самого начала мы знаем, что там вот такая есть особенность, то тут надо делать не вот так, а вот так. То есть, получается вот такое вот клиповое мозаичное мышление, которое ориентируется не на последовательность шагов, а на описание исключений, на действия в каких-то ситуациях. Собственно говоря, задача аналитика как раз и сводится во многом к тому, чтобы вот эти вот клипы перевести на язык алгоритма. И бизнес-процессы, вот формализация бизнес-процессов, прописание бизнес-процессов, на самом деле это и есть очень хороший инструмент, который позволяет от клипов перейти к реальным последовательностям действий, которые можно автоматизировать. Вот, причем вопрос-то не только в клиенте, вопрос в том, что и у вас, и у меня в том числе, вот эта вот тенденция сваливаться в клиповое мышление, она тоже есть. То есть, в какой-то степени использование вот этого формального подхода бизнес-процессов, это еще и элемент самоорганизации и элемент самоконтроля. Вот этот вот момент очень-очень важен. Прописание бизнес-процессов позволяет вам выявить лакуны, выявить какие-то пробелы, которые, возможно, не осознаются, но которые неминуемо сработают потом. Ну и на самом деле последнее, что я хотел вам сказать. Не забывайте, пожалуйста, о том, что использование бизнес-процессов имеет и некую обратную тенденцию. Не только есть бизнес-процесс, и мы его прописываем, но и само прописание бизнес-процесса закрепляет правила работы и формирует бизнес-процесс в компании. То есть люди начинают осознавать, что где-то у них там есть дырки в их работе, и они начинают их закрывать. Но вот этот вот момент, он уже больше относится не к внедрению, а скорее к чистому анализу бизнес-процессов. Значит, и еще одна маленькая оговорка. Значит, смотрите. Хотите вы того или нет, но даже если вы не будете описывать вот эти вот бизнес-процессы, хотите вы того или нет, если перед вами стоит задача автоматизации, бизнес-процессы будут необходимы. Если в компании бизнес-процессов нет, если она работает, как Бог на душу положит, если вот это вот формальных операций нет, автоматизация этой компании, скажу ересь, не нужна. Либо она нужна там на каком-то очень примитивном уровне. Причем не надо сразу же говорить, что если компания работает вот без таких бизнес-процессов, она работает неправильно, ее надо закрывать и так далее. Ничего подобного. Есть определенные категории компаний, которые и должны так работать. Ну, это, конечно, там обычно компании небольшие, компании полусемейного типа. Вот, но для них, вот для таких компаний, в которых там бизнес-процессов нет, в которых все вопросы решаются по факту, по сути дела путем там личных договоренностей отдельных там действующих лиц, я даже менеджерами их не рискну назвать. Вот, вот эта вот компания, она вполне имеет право на существование. Да, может быть компания без таких стандартных бизнес-процессов. Понятно, что ничего сложного там внедрить не получится, но у таких компаний тоже есть право на существование, и у них есть определенные преимущества в работе. Кто-нибудь может сказать, какие? Ну, хотя бы одно самое важное. Оперативность. Да, можно так назвать. Оперативность, можно еще сказать гибкость. То есть, вот, значит, гибкая скорость принятия решения. То есть, эти компании, вот, в силу отсутствия бизнес-процессов, они могут очень хорошо подстроиться, вот, как вода текучая, да, они могут подстроиться под изменяющуюся бизнес-ситуацию. Особенно в нашей стране это очень важно, да, согласитесь. Вот, они очень легко меняются, они очень легко подстраиваются, ну, если не начинают бронзоветь. И эта эффективность, это тоже, на самом деле, важный фактор конкурентоспособности. Но у них есть один очень важный недостаток. Они не в состоянии масштабировать свою деятельность. То есть, обязательно в определенный момент времени они наткнутся на определенный потолок в своем развитии, да. Почему? Ну, простейший пример я вам приведу. Представьте себе, в компании есть какой-то там менеджер по транспорту, который там, ну, рулит там, неважно, своими машинами, не своими, обеспечивает доставку клиенту. Если в этой компании три менеджера по продажам, он со всеми этими менеджерами частным образом по телефону просто договорится и решит задачу развоза на следующий день. Если менеджеров 20, это невозможно. То есть, потребуется какая-то уже формализация, потребуется бизнес-процесс. В какие сроки, в какой форме, какие заявки обязательно надо принять, какие можно отложить. То есть, уже потребуется правило. Вот, поэтому при нормальном развитии компания к этим бизнес-процессам, она обязательно подходит. Так, значит, давайте мы с вами пойдем дальше. Значит, я уже сказал вам, что бизнес-процессы нам потребуются при автоматизации, значит, на самых ранних стадиях. Значит, ну, я не знаю, в коей мере вы представляете себе вообще технологию проектного внедрения. Ну, я поясню, если нужно. Значит, в составе вот этой технологии существует такое понятие, как предпроектное обследование. То есть, когда мы просто определяем объем работ, существует моделирование. Это вот, собственно говоря, раскапывание того, чего компании нужно и реализация этого всего в системе. Да, да, показать надо, как это будет работать. Значит, ну, и дальше, значит, в рамках контроля внедрения, уже постфактум, когда проверяем, все ли сделано. Вот, вот там тоже бизнес-процессы могут потребоваться при обследовании. Ну, управляющий консалтинг – это нечто особое. Это не все этапы, которые есть в проекте, но я сейчас привел именно те, где, значит, обследование с использованием бизнес-процессов критично. Значит, смотрите, если у нас идет предпроектное обследование. Еще раз повторяю, на предпроектном обследовании мы пытаемся понять, что, собственно говоря, мы будем делать, какие у нас там предполагаются работы, какая будет система использоваться. Ну, хотя бы в черне это надо наметить, да, понять, какие области автоматизации. Поэтому бизнес-процессы мы картируем только на самом верхнем уровне. Значит, самое примитивное, что мы делаем, мы определяем области учета. Да, в принципе, там, на определенном уровне абстракции мы можем считать, что одна область учета – это вот один такой макро-бизнес-процесс. И на самом деле, ну, вы наверняка знаете вот такой нотации, там, чуть позже мы к ней с вами подойдем, да, нотация EDF0. Вот, нотация EDF0, она примерно вот так вот выглядит. Вот, так вот, существует вариант нотации EDF0, в которой вообще стрелочек нету. То есть рисуют вот эти вот прямоугольники и считают их вот таким вот макро-бизнес-процессом, который потом расшифровывают и детализируют. И вот эти вот макро-бизнес-процессы, они как раз и создаются по областям учета. Значит, вот это вот самый первый шажок. И мы можем на самом деле на предпроектном обследовании даже и остановиться на этом. Но чаще всего это не делают. Вот, и хотя бы, ну, первую детализацию бизнес-процессов в рамках предпроекта все-таки осуществляют. Значит, вот здесь я вам перечислил основные варианты декомпозиции вот этого макро-бизнес-процесса, ориентированного на область учета. То есть, если мы хотим процессы развинтить до подпроцессов, то по какому принципу мы следуем? Скорее всего, в любой области учета есть процессы, связанные с созданием какой-то нормативно-справочной информации, с изменением ее из состояния. Это может быть и корректировка, и удаление. Регистрация накопления каких-то данных. Изменение состояния данных. Да, там, не знаю, скажем, на складе собран для отгрузки товар отгружен. Вот, как правило, это к документу привязывается. Корректировка каких-то операций. Значит, моменты, связанные с контролем-оценкой. Отдельно, моменты, связанные с согласованием. То есть, за счет вот такого подхода у нас получается макропроцесс развинтить на какие-то подпроцессы. Да, в принципе, такая логика, она может быть многоуровневой. Вот, и обычно, вот при таком первичном развинчивании бизнес-процессов достаточно, скажем так, ограниченно подходят к описанию самого процесса. То есть, ну, в лучшем случае, вот при такой первичной декомпозиции прописывается что? Прописываются обязательно инициирующие события, с чего процесс начинается. Дается какое-то общее описание, к чему процесс сводится. Возможно, даются какие-то связи с учетной системой, если она в этом участвует. И варианты завершения. То есть, ну, общий принцип, инициирующие события, это оно одно, но закончиться оно может совершенно по-разному. Вот, хотя не исключена ситуация, когда один инициатор, один завершающий. Значит, если мы говорим уже о работе на этапе моделирования, когда вам необходимы подробности вот этого бизнес-процесса, чтобы понять, как они будут отображаться, здесь немножечко другая логика идет. То есть, мы прописываем стартовое событие, мы прописываем, кто на это, кто на эти действия завязан, значит, что этот человек делает, какие решения принимает, в какие сроки это происходит, какие есть завершающие события. И, значит, вы, я думаю, уже ощутили, что если мы говорим вот об этой части, то, в принципе, вот эта часть, она вполне может быть реализована достаточно просто. То есть, тут можно табличку какую-то составить, да, в Excel что-то сделать. Вот, то есть, здесь какой-то вот такой жуткой сложности-то нету. Вот, ну вот я могу, там сейчас, в качестве примера, сейчас попробую вам показать. Ну вот, например, простейший вариант, здесь никакой нотации не нужно, это в одном проекте я делал такую простенькую декомпозицию, первичную декомпозицию бизнес-процессов, да, общий бизнес-процесс планирования не окор, значит, отдельно идет подготовка плана, утверждение плана, дальше, естественно, могут быть какие-то события третьего уровня. Вот, то есть здесь никакой нотации особой вам не нужно. А вот, если речь идет о второй части, вот здесь вы без нотации уже не обойдетесь. То есть, уровень формализации бизнес-процессов тут несколько выше, и, соответственно, приходится задуматься о том, каким образом, собственно, это будет воплощаться в жизнь. Значит, ну, что обычно используется? Ну, я, исходя из своего опыта, чаще всего сталкивался с четырьмя нотацией, собственно говоря, вот эти вот четыре нотации, они будут включены в курс. Вот, четырьмя нотациями BPMN, EPC, Flowchart и DEF0. Ну, вообще говоря, я, конечно, не могу не сказать, что существует еще отдельно нотация 1С, но тут скорее надо говорить не об описании бизнес-процессов, а о реализации бизнес-процессов в системе, это немножко другое. Вот, значит, каким образом вот эти нотации могут использоваться? Ну, честно вам скажу, что я, ну, может быть, в силу некого консерватизма, я чаще всего использую визио. Хотя я не могу не отрицать, что существуют более какие-то продвинутые и удобные варианты, вот типа бизнес-студия или ELMA. Вот, они как-то очень тяжело ставятся, на самом деле, на компьютер, но, в принципе, где-то они там пофункциональнее, на самом деле, будут. Какие из перечисленных стандартов лучше всего и какой я рекомендую использовать? Ну, сразу хочу сказать, это не совсем корректный подход. Говорить, что есть какой-то стандарт лучше, есть какой-то стандарт хуже, у них у всех есть определенные плюсы и минусы. И вот давайте мы сейчас с этими плюсами и минусами немножечко с вами познакомимся. И начнем мы, наверное, вот с этого стандарта. Точнее говоря, даже с семейства стандартов и DEV. Вот, ну, там на самом деле, по-моему, до двух десятков, я здесь не все перечислил, до двух десятков самых разнообразных нотаций, методов. Вот, ну, нас будет интересовать в первую очередь и DEV0, как бы для описания бизнес-процессов именно он и используется. В чем его преимущество? Это очень простая нотация. Я бы даже сказал, ну, в какой-то степени примитивная. Значит, вот эту картинку я уже вам показывал. Значит, слева у нас вход, справа у нас выход. Вот, сверху у нас идет управление, то есть все вот эти вот там информационные управляющие воздействия, которые модерируют этот процесс. Снизу у нас ресурсы. Это как материальные ресурсы, так и человечество. Вот. То есть, по сути дела, все у нас укладывается в четыре категории, поэтому освоить и понять эту нотацию достаточно легко. Вот. Причем есть два очень важных момента в этой нотации. Она обычно строится ступенечками, то есть предполагает некую линейность. Да, оплата товара, сборка заказа, доставка товара. То есть, в принципе, вот эти вот диаграммы, они строятся по ступенчатому признаку. И еще один момент, который очень активно используется в самых разных системах описания бизнес-процессов. Все вот эти вот прямоугольнички, они разворачиваются. То есть, мы любой прямоугольник можем внутри развернуть до полного бизнес-процесса. В чем недостаток? Кто-нибудь сталкивался с этой нотацией? В чем ее недостаток, вы можете сказать? Она негибкая. Ну, ну, понимаете, она как негибкая, она контурная. Там гнуть-то особо нечего. В этом плане, да. Она, как вам сказать, да. Она плоская. Вот, понимаете, что вы пишете, не видно всей картины. Ну, Сергей, понимаете, не видно всей картины. Как? Тут вопрос о том, сколько вы прямоугольников втиснете сюда. Вот, втисните все в один процесс, вы увидите всю картину. Не вопрос. Проблема в том, что если у вас здесь будет 20 прямоугольников на одной диаграмме, у вас просто будет рябить в глазах вот этих линеек и стрелочек. Отследить их глазами на картинке будет достаточно тяжело. И вот такие вот глобальные схемы, они просто плохо читаются. Пока тут три прямоугольника, все замечательно. То есть, это действительно просто прочитать, просто понять. Да, композиция прекрасно отслеживается. Все. Там вот сборка, пожалуйста, сборка, упаковка, заказы. Провалились в эту сборку, посмотрели там, распечатали задание кладовщику. Там прошла сборка. Ну, в принципе, все понятно. То есть, вот такая вот четкая иерархичность, это, конечно, плюс. Если мы будем описывать с помощью вот такого метода что-то сложное, это тоже делается, конечно. Но потом отследить очень тяжело. Вот, да, я уже сказал, плоская, да, более красивая, визуально непривлекательная. Вот. И плохо читается. Вот это вот основной минус. Исходя из этих плюсов и минусов, скажите мне, для чего мы можем ее использовать? Вот эту вот нотацию F0. Вот, смотрите. Для области учета. Конечно. То есть, вот если у вас идет предпроект, если у вас идет предпроект, это идеально. То есть, вы берете, рисуете вот эти вот прямоугольнички, да, описание процессов верхнего уровня. Совершенно верно. То есть, вы берете, рисуете эти прямоугольнички, у вас есть понимание того, какие вы используете средства. Хорошо. Значит, вот и DEF это понятно. Теперь давайте посмотрим вот этот вот вариант. Сейчас я его найду. Вот такой вот вариант, да, простейший. Есть какие-то действия, есть старт, стоп, да, начало, конец. Есть какие-то действия и есть какие-то самые простейшие витвления. Проверка, да, нет, соответствующие деления. Да, значит, вот эта вот нотация, она тоже достаточно простенькая. В ней особых разнообразия изобразительных средств нет. А вот в чем ее преимущество? Вот эта вот нотация, она ближе всего к алгоритму. В ней нет ничего, кроме действия и проверок, и реакции на эти проверки. И использовать ее надо когда. Эта нотация, она очень удобна, когда вы пишете техническое задание. Для описания бизнес-процессов, как таковых, она слишком примитивна. Здесь слишком мало того, что нам надо. А вот для того, чтобы объяснить разработчику, в каком порядке, что именно надо делать в системе, вот здесь нотация FlowChart, это именно то, что требуется. Для постановки задач используем ее. Значит, и существуют еще две нотации. Это нотация EPC и нотация BPMN. Значит, нотация EPC. По сути дела, это часть методологии ARIS. Значит, это уже нотация, которая подходит для подробного описания бизнес-процессов. Она достаточно сложна. Значит, у нее достаточно много возможностей. То есть, здесь можно отображать задачи. Здесь можно отображать действия. Здесь можно указывать какие-то внешние связи. Ну, здесь вот, например, вы видите, помимо, собственно, основного пути, есть еще исполнитель, да, есть еще, там, используемые какие-то артефакты, интернет-база, компьютер, да. Здесь есть какие-то внешние моменты. Вот, причем, знаете, вот два забавных момента есть у нотации EPC. Первое, это то, что она цветная, вот такая вот немножечко попугайская, конечно, в итоге. Но вот это вот разнообразие по цвету, она позволяет более проще читать то, что на листе написано, да. Да, как бы глаз не замыливается, как в случае с ЭДФ, а есть там какие-то опорные вещи. Естественно, здесь не особо видно, но предусмотрены самые разнообразные варианты ветвления. То есть, это не только простейшая проверка, там больше-меньше, да нет. Здесь бывают более сложные варианты, даже, давайте я сейчас немного перейду на другое слайд-шоу. Чтобы было понятнее. Вот, наверное, значит, это уже не слайд-шоу к вебинару, это то, что уже используется на курсе. Ну, вот смотрите, здесь есть функции, есть события, есть операторы, причем не только и, но и или, исключение, исключающие или. Есть разного рода дополнительные элементы, которые я вам показывал. И вот здесь есть еще одна такая особенность. Здесь нет разнообразия стрелок, по сути дела, только один тип стрелки, но принято в EPC стрелки подписывать. И вот в зависимости от того, что с чем взаимодействует, у EPC есть огромное разнообразие комментариев на стрелки, которые позволяют достаточно гибко подходить к описанию бизнес-процессов. Ну, вы здесь видите, да, изменяет, порождает, утверждает результат, используется, используется, является входом для, ну и так далее. Значит, вот этот вот вариант, вариант использования нотации EPC, он уже вполне пригоден для моделирования, описания концептуального дизайна. То есть, это вполне такой серьезный инструмент описания бизнес-процессов. Значит, естественно, он требует обучения. Естественно, он требует обучения, но преимущество его в том, что он интуитивно понятен, как бы пробежаться по этому процессу, посмотреть, что происходит. Значит, прочитать диаграмму, в принципе, можно и без обучения. То есть, это вполне можно уже вот этот вот вариант такой диаграммки обсуждать с заказчиком. И вам, скорее всего, не придется, показывая, обсуждая эту диаграмму с заказчиком, объяснять ему, что есть, что на диаграмме и почему тут это нарисовано и что это означает. Вот. Итак, вот этот вот EPC, это для среднесрочного, для таких средних задач, для детализации бизнес-процессов. Вот. И, значит, он является непосредственным конкурентом нотации BPMN. Для детализации бизнес-процессов, описания бизнес-процессов в ходе моделирования, чаще всего мне приходилось использовать именно эти две нотации. То есть, EPC и BPMN, ну, выбор между ними, это уже отдельная история. Давайте сначала посмотрим именно BPMN, чем она отличается. Значит, в принципе, как это выглядит, вы видите на экране. Казалось бы, это все тоже вполне читаемо, но нотация BPMN, она на порядок сложнее. Значит, я вам сейчас покажу более 100 символов. Значит, ну, простая, не требует специального обучения. Ну, это заявление, собственно, разработчиков. На самом деле, я бы с этим не согласился. Конечно, какую-то примитивную диаграмму BPMN нарисовать-то не так-то просто, не так-то сложно, это можно сделать. Но если говорить о полноценном использовании всех вариантов вот этого вот бизнес-процесса, ну, без знаний специализированных нотаций вы не обойдетесь. Значит, особенностью, вот почему, откуда берется такая сложность? Значит, вот смотрите, если мы смотрим нотацию BPMN, что мы здесь видим? Ну, во-первых, вроде бы один и тот же прямоугольник, но у этого вот прямоугольника задача, действия, куча модификаторов. Значит, получение сообщения, отправка сообщения. Опять-таки рисунок один, здесь закрашено, здесь нет. Причем вот этих вот модификаторов, их достаточно много. Они могут объединяться, да. Значит, вот, например, маркер цикла, он может сочетаться с тем же самым маркером получения отправки сообщений. То есть показывает, что это несколько раз происходит. Есть огромное количество стрелок, значения которых тоже различаются. Скажем, поток управления – это стрелка обычная, поток сообщений – это стрелка пунктирная, поток источек – это уже ассоциация передачи объектов и данных. То есть вместо одной стрелки в EPC у нас здесь 5 стрелок даже стандартной нотации. Значит, кроме этого, существует достаточно много шлюзов, и все сводится не только к ИИЛе, есть и более сложные варианты. Шлюзы – это имеется в виду ветвление, разделение. Огромное существует нотация, связанное с… количество нотаций, связанное с событиями. То есть мы отдельно там отграничиваем сообщения, отдельно там отграничиваем события по времени, события для передачи управления, события условия, события ссылка, события ошибка. Вот, даже есть события отмена. Причем сами события, они тоже бывают очень и очень разные. И то, что здесь вот, например, там есть только один кружок, а здесь есть два прерывистых кружка – это тоже что-то значит. И это тоже используется в схемах. То есть для того, чтобы полноценно нарисовать и прочитать схему с использованием вот этих вот всех нюансов, требуется врастание в эту нотацию и определенное обучение, связанное с его использованием. Но в результате… Да, ну это я вот вам показал. Да, вернемся сюда. В результате мы получаем сверхмощный инструмент, который действительно в состоянии проработать процесс целиком и полностью со всеми вариантами взаимодействия, связи и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, честно вам скажу, с моей точки зрения, для работы, связанной с моделированием, нотация BPM – это, наверное, самый лучший выбор. Но ее основной недостаток состоит в том, что она не всегда удобна для разговора с заказчиком. Ну и кроме того, я не буду этого скрывать, конечно, очень часто мы ориентируемся не на то, что нам удобнее. Формат тех схем, которые мы используем в проекте, очень часто завязан на пожелания заказчика, ну и в какой-то степени являются компромиссом с ним. Так, ну и давайте, чтобы как бы завершить этот разговор. Значит, еще раз повторим по логике выбора. Значит, если мы используем EDF, мы используем только для верхнего уровня. Да, если мы понимаем, что у нас нет задачи описать взаимодействие, если у нас процесс линейный, в рамках предпроектного обследования мы, естественно, используем EDF. Для взаимодействия с программистом в технических заданиях мы используем вот этот простейший блок-схему FlowChart. Для того, чтобы осуществлять моделирование и собственное описание, мы используем EPC и используем BP-MN. Ну, еще раз скажу, с моей точки зрения, BP-MN в этом плане лучше, функциональнее, но, к сожалению, она не всегда понимаема заказчиками, и получается достаточно сложная диаграмма. Ну, еще пишут, что функции персонала могут размываться, это в какой-то степени правда, но при анализе бизнес-процессов все-таки отталкиваются не от функции персонала, а от участия персонала в тех или иных процессах. Ну, и EPC, она может быть и альтернативной BP-MN, либо в некоторых случаях ее используют как альтернативу FlowChart, но, на мой взгляд, это не всегда разумный выбор. Так, ну, вот то, что хотел я вам рассказал. Давайте посмотрим, какие у вас вопросы появились. Так, какие вопросы у вас есть? Ну, пока пишите, озвучивайте вопросы, я еще раз хочу напомнить, что более подробно вот это вот будет нотация изучаться на отдельных курсах ближе к осени. По использованию нотации в работе ну, вот приходите на курс аналитика. Значит, бесплатное ПО для описания BP-MN, ну, вот смотрите, ну, относительно бесплатное, там, в универсальном я уже сказал, я чаще всего использую видео, если нужно именно бесплатное, ну, вот попробуйте ELMO. ELMO и бизнес-студия, там есть, насколько я помню, бесплатные режимы. просто немножечко деморойно их ставить, привязывать к компьютеру, там какая-то зомная система проверки, но вполне реально работает. с этим пользовался. импорт независимые, они обязательно бесплатные. ну, давение времени. Можно ли предметно изучить BP-MN? Ну, на курсах очень, скорее всего, мы там большую часть времени потратим именно на BP-MN. Как бы, ну, и DEF особо-то долго изучать не приходится. В принципе, объяснить основы, там, проработать пару-тройку задач, там, исправить ошибки и больше ничего. а BP-MN, там нюансов и особенностей столько. На курсе аналитика я же давал, там у нас уже был первый прогон, я давал задания на прорисовку бизнес-процессов BP-MN. и вот, ну, насколько я помню, никто с первого раза нормально не нарисовал. То есть, везде где-то, там, либо в нотации ошибки, либо в логике, то есть, она реально слушала. Коммунда моделера, ну, интересно, надо будет посмотреть. Я, честно говоря, об этом не слышал. Спасибо. Поищем, проверим. Так, узнать подобно, подробнее о курсах, узнать подробнее о курсах. Так, сейчас у нас Ирина, вы на связи? Да, я здесь. Добрый день. Как раз я пытаюсь на сайте сейчас найти этот курс, и я брошу информацию. Ну, там, либо вот записавшимся можно разослать, там у Руденко есть подробнее информация. Либо так сделаем. Спасибо. Значит, поэтому, да, что еще, можно ли предметно изучить? БПМН ответил, презентацию, да, выложу, подробнее о курсе разошлем. еще вопросы. Так, ну, вроде бы все. Значит, спасибо за внимание. Понятно, что тут тем такая достаточно емкая, одна вебинара для нее явно мало, вот, поэтому за подробностями буду ждать. Учебник, учебник, там, ну, есть описание аннотации, учебник, это все-таки немножечко другое, вот, в рамках того курса, о котором я говорил, я как раз и хочу создать вот учебник, который позволил бы последовательно освоить аннотацию. Описание аннотации есть. Так, ну, все тогда, спасибо за внимание, приходите еще.